привет привет каждый раз так дико беспокоишь еще на докладе жуть так но о чем мы сегодня с вами будем говорить это о стилевом фреймворке для построения в интерфейсах в основном наверное документации монотонном не монохромным то есть у него всего два цвета могут быть использованы и поехали меня зовут артем артян в чатиках и везде подписываюсь как карта лары виду блог артолог в телеграме заходите подписывайтесь там бывает интересно в закрепе висит сообщение со всей информацией обо мне и интересных постах и еще у нас там чатик есть прикрепленный вот и еще я автора стоит менеджера рядом уж в этом что-то слышали самый лучший менеджер в мире который сейчас его следующая lts-версия находится в разработке выйдет только на сентябре стабильная вот вообще давно уже конечно во всех этих интернетах войти лет 10 уже что-то делаю и в роли разработчика лет наверное 5 вот и у меня всегда было плохо с дизайном но вот по ряду причин мне нужен был примерно вот такой дизайн в какой-то момент времени часа долго предыстории буду рассказывать но от конечный результат хотелось получить css файлик который может какой-то выхлоп из маркдауна стали примерно вот так мне очень приглянулся этот сайт every layout там есть платные компоненты это сайт документации с кучей примеров с кодом он здорово выглядит мне нравится сам дизайн но к сожалению нашел как раз таки в открытом доступе где-то гитхабе конкретно css для html который здесь описан и пришлось пилить самому но у этого всего есть большая предыстория которая скажу вообще когда я начал в этой теме там как-то разбираться в этом монотонности оказалось что ну вообще это же какой-то тип дизайна и если его как-то называть то наверное это больше всего брутализм вот и изначально хотел такую большую историю рассказать про брутализм дизайне чуть такое но оказалось что короче брутализм это просто какое-то направление в дизайне на самом деле не от слова брутальный типа какой-то крутой и суровый а от французского «Необработанный бетон». И я сначала, у меня какая-то такая мысль в голове засела, что брутализм, вот он выглядит сурово, но при этом он очень интересный. И я где-то читал, что он очень эффективный в том плане, что когда вы используете бетон, бетон очень недорогой в архитектуре инструмент, и можно, получается, дешево делать, ну, круто, то есть дизайн про это. Оказалось, что на самом деле брутализм – это просто направление дизайна, и не всегда он решает вопросы эффективности. Конкретно вот Останкинская башня, она вот так вот выглядит не потому, что там какие-то сильные решения эффективные, а потому, что архитектору во сне приснилось, что почему бы не сделать перевернутую лилию, и там какая-то такая история. И вообще брутализм, знаете, бывает совсем неэффективный, он бывает очень-очень странный. И вот это здание в Бразилии, там, города Баи административного администрации местной, то есть это государственное учреждение, и, ну, выглядит как какое-то, я не знаю, там, что-то близкое. У меня штурмовик из «Звездных войнов» ассоциация. Вот. Но к чему я, короче, вам все это рассказываю? Зачем? В 2017 году я посмотрел доклад Алексея Токтарова про анимации в мире состояния, и у меня в голове отложилась одна такая мысль, что… Очень крутой доклад, всем советую. Разработчики интерфейсов, они могут влиять на дизайн, и на юзер-экспириенс особенно. И хороший дизайн, он про великолепный баланс технических решений и визуального интерфейса и юзер-экспириенса. И я загорелся этой идеей, не знаю, почему, но я стал все время думать о том, как вот сделать каждый продукт, как фронтенчик свой, очень таким качественным, интересным и при этом эффективным, хорошо поддерживаемым. Ну, вот, в общем, самый сложный продукт – это продукт, которым соблюдены все балансы. Вот. И это то, что меня как бы взрастило, хотя я никогда… Никаких предпосылок у меня к дизайну не было. Помимо этого, у меня всегда была страсть к чему-то монотонному. Вот. Для кого-то, наверное, это покажется суперуродским, этот скриншот еще мелкий, наверное, плохо вам видно. Но тут суть в том, что мне вот проще код парсить самому как бы в голове, чем обращать внимание на какие-то цветовые выделения. То есть для меня важна суть, когда я код читаю, а не какие-то цвета. Хотя есть теория, что для меня это важно только когда я не выспался, но в общем и целом я часто не высыпаюсь, поэтому для меня это важно. Если, кстати, вам кажется, что этот скриншот стремный, то можно его сделать более хакерским. Эта тема в скриншот называется CRT, набор тем. Там есть разные цвета, еще красный, синий, белый. Можете попробовать. Может, вам зайдет такая хакерская тема. Вот. Помимо этого, у меня еще была конкретная потребность. В конкретном продукте, как я изначально сказал, мне нужен был какой-то CSS-фреймворк или библиотека, которая могла бы очень просто и красиво, эффективно застайлить документацию. Вот есть у меня этот менеджер в состоянии Ариатом, пилю я его всю жизнь уже, наверное, и документацию к нему надо как-то хостить, а на GitHub, вот как она сейчас на скриншоте выглядит, ну, это хорошо, но хотелось какой-то отдельный сайт с какими-то отдельными приколюхами. Вот. И также, что повлияло вообще на выбор однотонной цветовой схемы, это доступность. Мне кажется, что одна из фишек получившегося решения в том, что не используя цвета, нам приходится разговаривать с пользователем каким-то другим способом, а в частности формами. И формы, они чаще, это более универсальный язык, и они могут быть более понятны, чем просто какое-то цветовое выделение. Вот. Также, когда мы думали, я думал тоже, как все это описывать и реализовывать уже, в голову пришло несколько решений в роли, например, библиотеки Tessit от Егора Бугаенко или вот такая вот, в которой все элементы, в которой все селекторы только на HTML элементы прописаны. То есть здесь нет вообще класс наимов. Используются только элементы fillset, input, h1 и так далее. В списке, понятно. То есть идет форсинг семантики веба. И мне кажется, это очень хорошая идея. Мне кажется, мы должны развиваться именно в эту сторону. Есть еще, например, такой скелетон, тоже проектик, но он тут поменьше всего. Здесь есть класс наимов, а можно, по-моему, селекторы именно на элементы. Но при этом таких почему-то очень мало проектов. Я почему-то их очень мало встречал, хотя мне кажется, это очень правильное, хорошее решение, особенно учитывая то, что мне нужно было конкретное решение для документации. Документация чаще всего генерится из Markdown. У Markdown все элементы имеют соответствующие элементы в HTML. То есть зачем заморачиваться вообще на класс неймами, если можно просто генерить семантический HTML. Вот и хотелось. В итоге мы сейчас написали где-то примерно такой код. И это база для любого элемента. Здесь пример слева такого базы и ресета. И справа того, как пишутся селекторы над элементами. То есть мы используем каждому элементу, пишем два селектора. Первый – это точка MonoAll и дальше элемент, который обозначает, что если на контейнере каком-то есть селектор, есть класс нейм MonoAll, то есть можно, например, на body просто повесить MonoAll и больше никаких класс неймов вообще не проставлять, у вас весь внутренний HTML преобразится в красивую картинку. Ну, либо можно, если все-таки необходимо, MonoAll не ставить, хотя конкретно для каждого элемента добавлять селектор Mono, тогда он преобразится в соответствии с нашей дизайн-системой. Но фишка в том, что все селекторы написаны только для элементов. То есть не получится только проставить класс нейм и заведется стиль. Необходимо его использовать на верном элементе. Но и тоже зато легкость в том, что нет вообще разных класс неймов, есть только один класс нейм Mono фактически, который можно проставить для любого элемента, и у него появится соответствующий стиль. Ну, приходится, конечно, вот такие штуки писать вместо класс неймов. То есть это все селекторы для input. Причем мы, наверное, еще не все описали, но вот понятно, да, все типы перечисляем и в таком духе как бы с код, короче, пишем. Возможно, в будущем будем еще на арие атрибуты какие-то полагаться для более сложных компонентов. Вот под сложными компонентами я, например, подразумеваю автокомплит и ему подобные. И вот с автокомплитом есть такая интересная история тоже. Когда я говорил о том, что хочется говорить с пользователем формами, а не просто каким-то подсветкой, там, какой-то цветовой и градиентами цветов, то выглядит это примерно так. Хотелось сделать прям систему логическую, которая бы пользователю была максимально понятна. И вот это первый такой драфт дизайна в Excalibur, который я нарисовал. И там, значит, смотрите, вот давайте слева сверху пойдем с вами смотреть на каждый компонент. Кнопка — это какой-то экшен всегда. И мы давайте нарисуем кнопочки, стрелочку, которая будет говорить о том, что что-то там произойдет. Типа кнопка вас туда вот двигает в какое-то направление. И в этом случае, если у нас есть кнопка, которая открывает меню, выпадающая, то можно сделать стрелочку вниз. И ты сразу понимаешь, когда ты видишь одну или другую кнопку, к чему она тебя приведет в интерфейсе. При этом, как сделать input? Подсветить, что вот этот элемент — это именно input. Давайте сделаем типа открытую коробку. То есть без верхней крышки как бы элемент, квадратик нарисовать. То есть мы можем положить что-то в input. Я очень сильно подозреваю, что вот это, конечно, красиво же в моей голове звучит, но каждый пользователь, который первый раз с этим столкнется, он не врубится, типа то, что у него не появится ассоциация. А, это открытая коробочка, значит, это input. Это, конечно, так не работает, но когда... Мне кажется, с этой системой очень быстро можно познакомиться. И она очень быстро станет все равно понятной и используемой. Ну и в итоге зато мы можем прийти к такой системе, что вот как в итоге мы сделаем автокомплит. У нас есть input, который открытый коробочкой, у нас есть кнопка, которая имеет стрелочку вниз. Тогда получается автокомплит. Это открытая коробочка, у которой есть стрелочка. Вот. В общем, мне просто хотелось сделать такую штуковину. Я на самом деле очень сильно... Ну, не очень сильно, но немножечко перегорел отриатом. Это было, по-моему, в январе или феврале 2022. Хотелось на что-то отвлечься и просто я начал со всем этим играться. Я, если честно, не знаю, насколько это круто с точки зрения дизайнера, но вроде прикольно. Вот. Я просто фантазировал и игрался с этим. И мне хочется поделиться с вами этой радостью экспериментов. Вот. Интересно то, что вот я в канале опубликовал эти там какие-то скриншоты, моно, и набралось несколько людей, которые захотели с этим помочь. Мы прям чатик организовали, сделали вот такой логотип, нарисовали, за что большое спасибо. И даже вот были такие положительные отзывы, которые, конечно, очень радуют. Вот. Сейчас не то чтобы сильно активно разработка ведется, она немножко подзаброшена после того, как мы написали какое-то количество компонентов и проделали работы, но уже какая-то базовая штука есть, я ее, конечно же, покажу. Вот. Но самая интересная часть доклада – это, наверное, с какими проблемами я столкнулся. А проблем было куча. Давайте их разбираем. Ну, давайте начнем сначала с проблемы дизайна. Слева, снизу можно увидеть элемент списка, ну, и его дизайн. Первый элемент однострочный, второй многострочный, третий однострочный. И мне показалось, что такой дизайн нормальный, но очень быстро оказалось на практике, что открытый, точнее, пустой квадрат ассоциируется с чекбоксом. И, ну, это получается интерфейс уже менее понятен. Да? Хотелось сделать понятный интерфейс, чтобы формы как-то говорили с вами. И пришли ко второму дизайну, который вот в центре нарисован, когда мы имеем такой просто какой-то квадрат жирный, который инверсирует еще и букву, как бы он наложен на первую букву и инверсирует ее цвет. Вот. Я, кстати, когда этот вариант предложили, он мне очень сильно понравился, но я сразу, я не знал, как его сделать вообще. Подсказали, что, оказывается, в CSS есть свойство MixBlendMod, и если ему проставить значение Difference, то оно будет инвертировать цвета, ну, цвета сзади себя. Такая штука, оказывается, на что способен CSS, но, к сожалению, от этого дизайна тоже пришлось отказаться, потому что он был недоступный. То есть, если посмотреть внимательно на первый и второй элемент списка, то видно, что в первом буква O, а во втором буква C, и они очень сильно сливаются, плюс немножко рябит, может быть, в глазах от, там, при разных разрешениях и так далее, от такого, как бы, очень компактного переключения цветов инверсивных. Ну и в итоге мы пришли, точнее, не в итоге, а потом мы пришли к третьему варианту. Он тоже показался очень крутым, такие неровные грани, как раз вот в стиле брутализма, ну, как-то круто выглядит, но тут мы столкнулись со сложностью технической реализации, потому что на CSS, а наша парадигма первоначально была не использовать JavaScript вообще, а ограничиться исключительно одним CSS-файлом, потому что это хорошо с точки зрения безопасности, и более проще прибандлинги, и как-то понадежнее будет. А уже потом можно JavaScript на что-то накинуть. Ну, так вот, одним CSS-ом не получится сделать, как бы сгенерировать случайный, как-то, ну, вот, чтобы эти формы, они в случайном порядке каком-то сами, как горы такие росли. То есть нужно было написать заранее какой-то паттерн. Насколько большой его надо было написать и на чем. То есть можно было бы, конечно, использовать, на SVG, может быть, что-нибудь, да, маску нарисовать, но, типа, насколько ее большую надо делать, ее все равно она будет где-то повторяться, хотя на больших размерах это, наверное, не так страшно. И, в общем, тоже отказались от этого решения. И пришли к такому более простому. Это пара тенюшек просто сделанных, такие квадраты смещенные. Ну, в общем, так обозначаются сейчас элементы списка у нас. Вот. Ну, в общем, что-то как-то договорились с дизайном. Был изначально какой-то у нас sandbox, код sandbox.io или какого-то. И, ну, понятно, надо заводить, тем более команды разрабатываем, репозиторий какой-то, и, соответственно, там нужно засетапить этот проект, чтобы девсервер был и так далее. Я взял тогда хайпующий вид, и что-то у меня ход-релот не завелся. То есть я изменения делаю, у меня ничего на странице не происходит, а все это было запущено через Gitpod. Я все разрабатываю в Gitpod. Если вы не знаете, что такое Gitpod, то обязательно почитайте. Можете у меня на канале тоже найти статью про эту тему. Я там все расписывал, свой опыт. И, короче, долго грустил по этому поводу. Потом в чатике, который у нас организовался по добровольцам, кто еще тоже хотел в этом участвовать, подсказали issue, в котором была описана проблема с прокси веб-сокетов, через которые идет апдейт. Точнее, как есть проблема с секьюрными веб-сокетами при использовании прокси. Чтобы ее не было, нужно прописать у сервера путь к конечной странице, которую открывает пользователь. И у Gitpod тоже путь так просто не вытащишь, потому что он не статичный, а он каждый раз контейнер новый поднимает, и там хэш огромный. То есть, короче, пришлось смотреть, какие там есть переменные среды, и все это вытаскивать. Но в итоге вот такое решение получилось, все заработал. Вот, короче, что только не придется делать, чтобы просто завести разработку. Но теперь давайте про уже технические детали тоже и реализации безумного дизайна поговорим. Вот компонент Link у нас есть. Это просто с толстым нижним бордером какой-то инлайн-элемент, на конце которого есть стрелочка. Кстати, я еще не пробовал заворачивать в этот Link какой-нибудь блок типа карточки товара. Интересно, что из этого получится. Ну, давайте мы базово делаем документацию, поэтому хотя бы этот кейс порешать. А этот кейс уже не решается у нас. И сейчас есть бага, которую я не знаю, как править. Вот на первом скриншоте сверху можно увидеть, что у нас есть выделение второй ссылки. Она таким наклонным штрихом выделяется. Выглядит довольно прикольно. Он при клике еще жирным становится. Вот, круто заходит к нашей дизайн-системе, но есть проблема. Если, как видно на втором скрине, у нас идет перенос текста, то, как видно на третьем скрине, при попытке взять его в фокус, что-то невероятное происходит с нашим дизайном фокусом. А сделан он на before-элементе, который просто... Link получается у нас position relative, before-элемент абсолют, который сдвигается, расширяется на 100% плюс какой-то там border и рисует свою такую границу. И когда ссылка переносится, ширина before-элемента, она сходит с ума, которая задана как 100% от, соответственно, самой ссылки этой, инлайновой. И я не знаю пока, что как это поправить. Если у вас есть какие-то идеи, напишите мне, пожалуйста, в Telegram, в личку или в чат. Не важно. Буду очень-очень благодарен, потому что сейчас это вот прямо сейчас выглядит так и как-то некрасиво, конечно. Вот еще было кучу, конечно, проблем и вопросов, а как же сделать стрелочки на кнопках? Вот здесь вообще практически нерешаемая задача. Ее можно очень сильно закостылить, но это совсем дичь будет. А хотелось все-таки не самые отвратительные технические решения использовать в разработке. И тут проблема такая. Если это все на блоке разбить, которыми мы обычно с вами работаем, касаясь HTML и CSS, то тут видно, что граница бордера налазит на границу этой стрелочки. И есть такая штука ClipPass. Я сейчас ее покажу. Она позволяет из блока целого вырезать какие-то элементы. Они становятся прозрачными. То, что вырезалось. То, что не вырезалось, то вот у нас, например, такая стрелочка из блока. Мы вырезали, она видна, а все, что остальное, оно прозрачное. Но тут проблема в том, что идет пересечение двух блоков. И либо одно будет другое пересекать, либо наоборот. И саму эту стрелочку, она очень тонкая, ее достаточно тяжело рисовать. В общем-то, можно было каким-то образом это сделать. Выглядит это на самом деле достаточно прикольно. Вот есть такой сайт Benetflify.clipi. Потом ссылочки все в презентации будут. И тут можно поиграться с ClipPass. Все вот это можно вот так вот классно делать. Но проблема... И вот снизу видно код, который генезится. Проблема заключается в том, что тоже ClipPass можно применять только один раз как бы. И если вам нужно какую-то сложную фигуру вырезать, вы не можете вырезать две простых фигуры. Вам нужно полностью прочертить одну сложную какую-то кучу поворотливую фигуру. Это код, короче, такой писать очень неудобно, неприятно, если честно. Можно, но... Да. Выглядит он примерно так вот справа. Скриншот той кнопки, которая есть сейчас. То есть вот такую простую стрелочку можно примерно вот так вот нарисовать. И в итоге, в общем, к простому решению такому пришли. Еще хотелось рассказать про вот такой дизайн, такой дизайн решения, которое было изначально. Мы думали, как сделать чекбоксы и радиокнопки. И решили, что чекбоксы у нас будут квадратненькие, вот как здесь практически нарисовано. Радиокнопки будут отличаться лишь тем, что они будут связаны, чекбоксы будут связаны между собой сплошной линией. И сначала это показалось очень крутым решением. Опять же, у нас фреймворк, который дизайнерский, визуально разговаривает с пользователем какими-то формами и как-то пытается какими-то фигурами донести смысл интерфейса. И связанные линии чекбоксы, то, что они есть радиокнопки, нам показалось очень хорошим решением, но реализация оказалась достаточно жуткой. Если вот эти линии рисовать у инпута, то мы не можем получить высоту как бы родителя, который растягивается из-за элемента списка, который может быть многосрочный. И мы не можем нормально нарисовать эту полосу, получается. Если же высоту, как вариант, можно брать через селектор следующего элемента после инпута, и если это не будет только текст, а это будет текст, завернутый именно в элемент, то в этом случае можно что-то сделать, но это показалось не очень надежно. Код был тоже нормальный, на самом деле. Лучше сделать хорошо для пользователя, чем хорошо для разработчика. Но попробовали, попытались найти еще какие-то решения и пришли к более простому такому радиокнопкам, совместили понятный всем и привычный круг, который везде используется и все-таки более привычный для пользователя. И при этом сделали его похожим на чекбокс, тем, что он квадратный. Он и круглый, и квадратный. Ну, в общем, вот как сказать. Я вам это все показываю, и мне просто кажется, что это прикольно. Понимаете, вот я не знаю, как это донести, я просто сидел, все это делал, с ребятами переписывался, мы там в фигме что-то рисовали, потом пытались это на CSS сделать. Я не гуру CSS тоже, что-то знаю, но что-то не знаю. И все время с какими-то проблемами сталкиваемся. С клеппас я до этого тоже не работал. Я познакомился с ним только вот, когда я искал, как же сложную фигуру вырезать. И все, что я хотел сказать, что вот мне было прикольно. Я не знаю, как вам это все кажется интересно или нет, но если у вас есть такие же безумные идеи, вот с каким энтузиазмом я сейчас рассказываю, то обязательно попробуйте тоже сделать. Но опять же, будет куча проблем. Вот прямо здесь, прямо на этом скриншоте. Очень внимательные люди могут заметить то, что чекбоксы слева, которые, они как будто непропорциональны. Как будто левая и нижняя границы больше, чем правая и верхняя. Не знаю, видно вам или нет. Но из-за того, что мы используем по умолчанию рему, это отдельный точек, почему, они все время как бы при разных зумах или некоторых пиксельных экранах неправильно скейлятся. И с этим тоже куча проблем есть. Есть проблемы с этим при рисовании сетки маленькой, как была на ссылке при фокусе. И что с этим делать, тоже непонятно. То есть это практически нерешаемая задача, видимо, на CSS в вебе. И как бы, ну, все равно, ну, делать-то что-то хочется все-таки. То есть вроде нерешаемая задача, ну, хотя бы так пусть будет, ну, что делать. Хотя интересно то, что в Figma, оно все выглядит очень красиво, очень плавно, прям пиксель в пиксель. А вот на CSS в вебе четки задал пропорции, оно все равно едет. Да. Вот. Еще хотел такую тоже интересную историю рассказать именно про Developer Experience. В общем, я до этого приводил код ClipPass, пример кода ClipPass. И вот еще один тоже пример. Сверху слева кода для кнопки, для фокуса. Тоже такая вот рисуется уголок штрихованный. И вот еще раз слева, сверху код, который написан сейчас. И опять же, тут используются ремы, чтобы пропорционально этот был штрих. И, ну, тут 0.5, вот эти 0.25 рем. В какой-то момент захотелось использовать какие-то фиксированные сайзинги, чтобы не придумывать в коде все это, да, и от них исходить. Ну, и вот, например, мы заведем переменную mono s, в которой будет храниться дефолтный сайзинг, а мы от него уже будем что-то дробить. И код снизу – это попытка переписать вот этих inline 0.5, 0.25 на использование калков и переменность сайзинга. Выглядит. Короче, я это пробовал писать, и еще пробовал это писать на более крупных, сложных полигонах, и меня это прямо очень сильно раздражает, и читать этот код тоже очень сложно. Я прямо постоянно допускал ошибки, у меня форматирование ломалось из-за того, что я там какую-нибудь скобочку забыл. Это прямо сильно раздражает, и мне просто, ну, не хотелось это делать. Я в итоге все изменения, которые написал, скиднул. И что с этим делать? Тоже можно было бы завести несколько переменных, да, но все равно писать каждый раз var, вот это вот, то же самое, 0.5, там s, например, 1, s.05, s.0.25, что-нибудь такое. Ну, короче, не очень приятно, но я вот теперь жду веб-стандартах. Недавно слышал про посл использование переменных как юнитов измерения, и с ними код выглядел бы так, как вот сейчас на скриншоте. То есть у нас есть переменная monos, и мы ее используем как обозначение единицы измерения для какого-то числа. То есть вместо того, чтобы писать calc, чего-то там умножить на var, точнее, или var умножить на 0.5, мы просто пишем 0.5-monos. Вот. Если бы можно было так делать, конечно, было бы круто. Надо посмотреть, может быть, уже готов на автопрефикс или как он там, да, плагин, и на post-css, в смысле, плагин, и заиспользовать, в общем. Так. Ну и финальный результат. Хочется показать, что в итоге получилось. То есть вот так вот выглядит код документации. Какой-то просто случайный выдрал из реатома. И вот так он сейчас на библиотеке Doxify рендерится. На сайте, да. А вот так, барабанная дробь, он выглядит на том, что мы напилили. Вот. Да, подсветки кода нет, потому что еще, ну, это надо отдельно подключать, получается. Но мне кажется уже как-то интересно и прикольно. Хотя, может быть, ссылки слишком толстые, непривычные, но мне кажется, это интересно. Вот. То есть это читаемо, это точно лучше, чем предыдущий показанный голый код, да. Ну, мне так кажется. И, в общем, я доволен результатом. Мне нравится. Единственное, тоже последнюю проблему расскажу, с которой столкнулся техническую. Вот на самом деле выхлоп головы генератора Markdown'а, он выплевывает такой HTML, который заворачивает блок-код, то есть цитату, в параграф. И у нас по дизайну параграф всегда начинается с выделения первой буквы. Вот видно, как action в самом начале там выделяется, первая буква выделяется. И у нас получается, если посмотреть, есть цитата, у которой вот в середине note слово выделяется жирным, а жирное у нас в дизайне выделяется толстым подчеркиванием. И если у нас накладывается первое слово имеет толстое подчеркивание в параграфе, то получается вот такая вообще слово, которое обремлено просто каким-то черным спрутом квадратным. И выглядит немножко, как какой-то баг. И я до сих пор не решил, это типа прикольно и так оно и надо, или наоборот надо это, может быть, как-то попробовать переделать. То есть тут вопрос консистентности дизайн-системы. Это, короче, самая большая, наверное, головная боль, которую приходится решать. Но я вообще не дизайнер, но мне все равно интересно этим всем заниматься было. Как-то прикольно. Планов на будущее очень много. Непонятно, что делать с анимациями. Нужны они или нет. Будут ли они помогать доступности или нет. Естественно, нужно покрыть все HTML-элементы, которые есть у Wavy. Нужно подумать на прогрессивном улучшении в виде подключения каких-то JS скриптов, которые там, например, кнопку копирования для кода и пре будут добавлять и так далее. Вот куча работы впереди. Лично я сейчас немножечко превосстановил работу над ним, над этой библиотекой, потому что сейчас занят реатомом и базовые элементы, которые будут из Markdown рендериться, они уже покрыты и это можно уже использовать. Но если вас это заинтересует, то приходите в личку, в чатик, в GitHub, пишите, будем общаться и что-нибудь придумывать, развивать это дальше. Это еще не все. В процессе работы, уже заканчиваю на самом интересном, в процессе работы, чтобы тестировать все эти CSS-свойства, нам нужна была какая-то песочница, которая сейчас находится в репозитории, и она... в какой-то момент пришла такая мысль, а почему делать белый-черный обязательно? Или даже не так. Если у нас есть только два цвета, белый и черный, то мы можем их спокойно менять на что угодно, ну то есть прям вообще на что угодно. Правильно? Типа это очень просто. В любой дизайн-системе есть какой-то набор готовых палитр, и они каждый раз должны как-то подбираться, там доступно, может быть, математически высчитываться, и нужно смотреть, чтобы они хорошо подходили, и там все было контрастно и так далее. Но у нас такой проблемы с контрастностью вообще нет. У нас типа все на формах. И почему бы не попробовать делать разные цвета? Вот. Если вы сейчас откроете Playground, который я хочу вам рассказать, попросить открыть monocss.virtual.app, то там для андроида вы увидите вот такой вот стрёмный Color Picker. Я обещаю затащить Color D, но еще это не сделал. Нативный Color Picker очень стрёмно, конечно, выглядит. И для macOS там вообще что-то странненькое будет отрисовываться. Но все, что от вас надо, это еще раз зайти на monocss.virtual.app. Прямо сейчас, серьезно, все достаньте телефон и вот сделайте это. Даже те, кто тут записи смотрит, вот прямо сейчас достаньте телефон и сделайте это. Откройте, давайте я тоже. Откройте, значит, это полистайте, как оно там, компоненты, которые внизу. Вот. А теперь, что я вас хочу попросить, это нажать кнопку Mix и нажимать ее до тех пор, пока вам не понравится то, что вы увидите. Потому что у всех людей разные предпочтения, разные любимые цвета. И я предлагаю вам найти то, что нравится именно вам. Вот. Сейчас что-нибудь полистай. Мне нравятся такие нежные цвета, если честно, что-нибудь такое приглушенное. И тоже интересный момент. Когда вы найдете этот цвет, нажмите кнопку Invert. и можно и с этим тоже поиграть. Мне кажется, это очень круто, что можно так легко затащить, сделать любой цвет. То есть это такой брендинг, который можно применить, затащить, получается, этот CSS-файл и использовать у себя, при этом добавить какой-то брендинг, если у вас есть какой-то фирменный цвет у вашей библиотеки или вашего продукта. В общем, да. Но это практически все, что я хотел сказать. Отдельная благодарность. Сейчас покажу этот сайтик. Отдельная благодарность Владимиру. Гориненко. Он сделал сайт, в который можно вставить ссылку на какой-то маркдаун. и выглядит это так. Тут рандомные цвета каждый раз. Ссылку на какой-то маркдаун, и он отрендерит это именно с применением моно. И вот здесь вот в query-параметрах можно main и back цвет менять. Потом в репозиторию затащим этот скрипт, сделаем какую-то CLI. Но сейчас тоже можно с этим поиграться, если вы хотите посмотреть, как на вашей конкретной документации это будет выглядеть. Вот. такая вот история. Спасибо. Вообще, у меня вопрос. Сколько у нас еще времени есть? Есть ли у нас еще сколько-то времени? У нас есть время на вопросы? А сколько? Ну, есть. Некоторое время. Давай так. Ты хочешь что-то еще показать? Ну, почти. Сейчас сможете экран мой тоже показать. Давайте вот такую штуку попробуем. OTP-код. Так. Секунду. Вы сейчас увидите, как мы это зальем на NPM. Первый раз. Так. You must figure up for private packages. А я забыл указать флаг типа public access. А я не помню, если честно. Ладно, сейчас. Давай. Мы можем одновременно на вопросы отвечать, а я попробую запаблишить пакет. А ты уверен? Да. Ну, давай попробуем. Там тебе несколько уже вариантов решения с бордером накидывают с цветами. Так что потом заходи в чат в Телеграме. Может быть, чего-нибудь новенького интересного увидишь. Давай первый вопрос. Тогда. Какие есть еще отличия, кроме стилей, фокусов и ссылок от дефолтных, браузерных? И как приходится решать проблему, когда дефолтные браузерные стили, они цветами различаются. Например, цвет ссылок посещенная, текущая? Да. Для... Ну, во-первых, что-то можно переопределять для ссылок в том числе. И для visited ссылок, по-моему, я сейчас не переопределяю цвет или сбрасываю его. То есть не видно, что они visited. И ну, надо просто что-то добавить для этого. То есть, что кроме ссылок еще, какие есть дефолтные цвета. Есть цвета заполнения инпутов. Ошибки форм, например, подсвечивание каких-то там варнингов. Ну, ошибки в тултипе показываются, это вообще никак не поменять. Есть цвета заполнения автофила, которые желтенькие, такие они обычно. Их тоже есть псевдоселектор, чтобы их поменять. Ну, в общем, то есть на то, что есть псевдоселекторы, надо попытаться сделать. На то, что нет, так же, как и все, ничего. Хорошо. Вы как-нибудь автоматизируете фигму, фигму API, для того, чтобы как-то, ну, автоматически изменять в дизайне, и чтобы это в коде плохо изменялось? Да, начали фигму делать, но особо начали на компоненты бить, ну, дизайн, эти штучки, картинки. Но в итоге сейчас это застряло, то есть на каком-то месте, потому что пока что не хватает, короче, мотивации, тоже события происходят не всегда. В общем, есть позитивный настроение на это, но пока нет. Хорошо. А давайте немножко поговорим про время. Вообще, сколько нужно времени, времени ресурсов, чтобы вот такую дизайн-систему организовать? И насколько это оказалось, не знаю, сложнее или наоборот проще, чем ожидалось? Это оказалось, в общем, я все время это делал на диком позитиве, меня очень перло, потому что у меня основной проект это рядом, на который я трачу время в плане своей программистской силы, как бы, скажем так. Для меня программирование это хобби, и у меня есть какой-то запас сил, процентов своего времени на это, и я как раз таки, наоборот, это мне помогло переключиться, отвлечься, и все проблемы, с которыми я сталкивался, они воспринимались, ну, просто как что-то интересное, как способ узнать что-то новое, когда ты особенно решаешь эту проблему. А по времени, наверное, ну, пусть будет неделя где-то разработки, наверное, так, не считая предварительной, там, вот это все, там, как я дизайн придумывал, там, ну, то есть, у меня просто это в голове зрело несколько лет, но очень так пассивно, как бы, каким-то фоном, вот, а сама разработка, ну, где-то около недели, то есть 40 часов примерно. Еще плюс, помогали ребята из чатика, вот, который мы организовали, такая команда у нас была небольшая. Слушай, вот по моим ощущениям неделя это прям офигенно. Если ты можешь за неделю как парт-таймом это затащить, то... Ну, там не так много, то есть, если посмотреть, вот, сейчас конкретно код открыт, сколько у нас тут, 600 строк, ну, неделя, 600 строк за неделю, ну, то есть, ну, Ну, ты же больше думаешь, чем пишешь код. Да, 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 ну, там, то есть, ну, грубо говоря, там, например, день я разбирался с клеппазом только, пытался, один день целый я вот там рисовал эту тень, а потом я просто ее за 20 минут скопипастил на все компоненты, то есть, это так работает. И получается, этого клеппаза, здесь его, тут половина, наверное, вот этих 600 строк, это клеппаз в 9 штуках, каждый там по почти 10 строк, то есть, это, ну, 100 строк кода только на клеппазы, вот. Плюс селекторы тоже много занимают, вот это все постоянно, дринг, 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 там, input, если какой-нибудь, ну, да, вот, в общем, так. Такой вопрос, а что делать, например, с режимом чтения в браузерах? Ну, или, например, режим печати, хотя навряд ли кто-то будет печатать документацию, хотя, ну, всякое бывает. Не знаю, я не проверял. Ну, возможно, возможно, фича на какие-нибудь, какое-нибудь будущее тогда подумать. Да. Потому что кажется, что это тоже может быть полезно. Хорошо. Так, ну, тут еще есть какие-то комментарии по поводу различных вариантов, как это можно сделать с бордюром, с бордером в смысле. Так, ну, кажется, у нас пока что нет вопросов. Там еще можно прийти в чат и ответить что-то более специфическое. Кажется, что пора благодарить тебя, Артем. Спасибо большое.